21 марта во всем мире отмечался День человека с синдромом Дауна. По словам специалистов, солнечные дети появляются на свет из-за генетической аномалии. На фоне своих физиологических особенностей эти дети позже своих ровесников проходят общие этапы развития. Но, как нам поведал герой нашего следующего сюжета, дети солнца несут этому миру добро и любовь. Наш корреспондент решила пообщаться с теми, кто напрямую столкнулся с трудностями социальной интеграции и особенностями развития людей с синдромом Дауна. Сереже 22 года. Говорит, что жизнь для него означает немного больше любви, чем многие могут себе только представить. И даже то, что Сережа родился солнечным ребенком, не являются для него преградой на пути к великим целям. Сейчас молодой человек учится на третьем курсе по специальности социальное обслуживание в одном из частных вузов. Юноша признался, будущее зависит во многом от реформы, особенно в том, что касается социальной интеграции людей с такими особенностями. Большая проблема в том, что в обществе присутствует дискриминация. Дискриминация по отношению к детям с синдромом Дауна. Это солнечные дети. Не дискриминируйте таких детей, потому что они могут дарить много любви и умеют любить. Наш герой посвящает себя людям, которые столкнулись с теми же препятствиями, что и он сам. Я бы хотела стать социальным ассистентом, чтобы помогать людям, которым повезло меньше, чем нам. Мама подарила Сереже всю любовь и заботу, а сын научился проявлять понимание и быть внимательным к чужим бедам. Ну а главное – осознавать, что в жизни не бывает непосильных испытаний. Когда на свет появился Сережа, для меня это было ударом. Я не понимала еще, как воспитывать ребенка с синдромом Дауна. Я начала изучать этот вопрос и поняла, что предстоит много работы. И если семья не поможет ему, тогда может случиться так, что никто в обществе не протянет ему руку помощи. Он понимает, что у него синдром Дауна и даже не просит большего. Он просто просит, чтобы окружающий мир его уважал. Как говорят специалисты, к сожалению, возможности социальной интеграции людей с синдромом Дауна крайне скромны. Дети солнца появляются на свет из-за присутствия в клетках человека дополнительной 47-й хромосомы. Дети рождаются с синдромом Дауна независимо от образа жизни родителей, их здоровья, возраста и даже вредных привычек. Но этим детям необходимо больше внимания и усердной работы для развития. Если ребенок, который нормально развивается, пытается ходить в несколько месяцев, то малыш с синдромом Дауна начинает ходить после годика или даже двух, как в нашем случае было в два с половиной годика. Согласно статистике, все чаще солнечные дети рождаются у молодых мам в возрасте от 18 до 20 лет. Мне лично кажется, что связано это с окружающей средой, качеством воды, воздуха, всего, что нас окружает. К сожалению, в нашей стране нет четко прописанных процедур, которые отвечали бы за устройство таких детей в детские сады, школы, а затем в высшие учебные заведения, поведала нам омбудсмен по правам ребенка Майя Бонареску. Похожая ситуация произошла в одном из населенных пунктов, где ребенка с синдромом Дауна и хорошим развитием даже не допустили к экзаменам на степень бакалавра. И, как следствие, у него нет доступа к высшему образованию в Молдове. В итоге мама вместе с подростком уехали в другую страну, где ребенок смог интегрироваться в общество. А в Молдове этого права им не предоставили. Мы попытались выяснить в Министерстве труда и социальной защиты больше подробностей о том, как государство помогает людям с синдромом Дауна в нашей стране. Но на наши телефонные звонки на момент написания сюжета никто не ответил. Ежегодно в Молдове рождаются около 50 детей солнца.